Штакетник – это вертикальные планки для забора или любого другого ограждения, которые монтируются на каркасы столбов и лаг с определенным промежутком или без него. Заборы из штакетника широко распространены в США, Канаде, Австралии, Белоруссии и России. Особенно популярны в США, начиная с ранних колониальных времен, дома с забором из белого штакетника символизировали благополучие и идеальную жизнь среднего класса. Традиционно штакетник изготавливается из дерева, однако в настоящее время с развитием удешевлением технологий деревянный штакетник вытесняется аналогами из пластика, ПВХ и металла, оцинкованной рулонной стали с полимерным покрытием. В современной России большую популярность приобрел именно металлический штакетник или евроштакетник. Красивые заборы из металлического штакетника сегодня все больше вытесняют широко распространенные, до этого времени заборы из профнастила, так как они функциональнее, прочнее и красивее. Штакетник или евроштакетник? В чем разница? Какие отличия? Очень часто вместо традиционного названия штакетник сегодня употребляется слово евроштакетник. В чем же отличие, спросите вы? Ответ прост. Нет никакой разницы. Это разные названия одного и того же материала. Модная в последнее время приставка евро перед названием продукта – это обычный маркетинговый ход производителей. Именно современный металлический штакетник стало модно называть евроштакетником. Синонимов много. Металло-штакет, металло-штакетник, евроштакет. Все это названия, которые несут за собой каких-то конструктивных отличий и обозначают одно и то же. Забор из штакетника – это то же самое, что забор из профнастила. Только вместо профнастила крепятся описанные выше планки штакетника. Элементы под конструкцией абсолютно одинаковые. Столбы из труб или кирпича, поперечины, лаги из труб или П-образного профиля. Столбы из труб или кирпича, лаги из труб или кирпича.